В Белгороде-Днестровском прошла традиционная легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Советское Приднестровье». В забеге приняли участие старшеклассники и студенты всех среднеспециальных учебных заведений города. Подробнее о спортивном соревновании рассказала Галина Титова, редактор газеты «Советское Приднестровье». Воспитание детей – это еще и патриотическое воспитание. В прошлом году каждому участнику команды были вручены георгиевские ленточки. И рассказано, что это за лента, история этой ленточки. Мы стараемся рассказать нашим ребятам, почему нужно быть сильными, смелыми, здоровыми, вести здоровый образ жизни. Это здорово, когда дети привлекаются спортом, а не бегают на улицах, не сидят в барах, не сидят за компьютером. Вы видите, какая радость у детей, как им здорово, как они болеют за свои команды. Юные спортсмены активно готовились к соревнованиям в течение года. Поскольку поддерживают здоровый образ жизни и хорошую физическую форму. Большинство ребят участвуют в легкоатлетической эстафете уже не первый год. Занимаемся спортом. Занимаемся легкой атлетикой уже давно, еще с пятого класса. И поэтому нас постоянно берут на разные соревнования. Побеждали уже в мероприятиях? Конечно. Во многих? Во многих и не раз. И даже вот в этой эстафете? Да, каждый год бегаем. Каждый год бегаем. Во-первых, спорт воспитывает доверие, воспитывает командный дух. Мы работаем одной командой все вместе. И вообще это очень хорошее мероприятие, потому что мы все сдруживаемся еще больше. И мы надеемся на друг друга и все, в общем, зависимы от друг друга. Важность подобных мероприятий для подрастающего поколения отметил почетный гражданин Белгорода Днестровского и бессменный судья легкоатлетической эстафеты с 1959 года Дмитрий Крупко. Праздники отмечают каждый по-своему, как могут. Спортсмены отмечают соревнованиями. Праздничная эстафета, она даже не столько соревнований по легкой атлетике, не столько спортивная, сколько она воспитывает у детей, юношей, чувство патриотизма, чувство уважения к тому празднику, чувство уважения к тому празднику, ради которого проводится этот праздник. Сейчас необычайно важно, чтобы они помнили о том, что нужно им помнить. Всю дистанцию забега поделили на 11 этапов, где соревновались команды в составе 11 человек. Первыми за право быть лучшими боролись старшеклассницы городских школ. Затем пришел черед девушек среднеспециальных учебных заведений. Далее мальчишки-старшеклассники соперничали за главный приз среди команд юношей Белгород-Днестровских школ. И последними за первое место боролись студенты. Активная подготовка к соревнованиям принесла свои плоды. Лучшим спортсменам достались главные призовые места. Первыми среди керманских школьниц стали ученицы третьей школы. И ученики этой же школы обогнали своих соперников на беговой дорожке. В результате чего тоже заняли первое место. В азартном борьбе главный приз среди команд девушек-студенток выиграла команда Белгород-Днестровского педагогического училища. Команда студентов Белгород-Днестровского аграрного техникума первая пришла к финишу. Всех участников легкоатлетической эстафеты отметили памятными грамотами. Ну а победители получили ценные подарки от газеты «Советское Приднестровье». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!